Всем привет! Вчера работал вот с этой фотографией. Довольный результатом сохранил ее, лег спать. Сегодня открываю, смотрю и что за цвета! Как я мог такое на фотошопить? Меня зовут Константин и мы продолжаем наши разговоры о пейзажной фотографии. И сегодня речь пойдет, на мой взгляд, о самом неоднозначном и, может быть, даже сложном вопросе, связанный со съемкой пейзажа, это баланс белого. И вот этот очередной завет с цветопередачей заставил меня остановиться и разложить по полочкам все актуальные вопросы, связанные с поиском баланса белого. И прежде всего я предлагаю разделить этот вопрос на три составляющие. Первое – это работа с балансом белого во время съемки. Второе – это постановка баланса белого в постобработке. И третье, как это ни странно звучит, это отношение фотографа к правильной цветопередаче в пейзажной фотографии. Причем слово «правильная цветопередача» стоит взять кавычки. Давайте начнем со съемки. Я в свое время увлекался тем, что выставлял ручной баланс белого. А все вы знаете, что в наших камерах есть вот такие вот предустановки баланса белого. Дневной свет, тень, облачная и так далее. Сейчас я смог вспомнить только одну фотографию, которая мне более-менее нравится, когда, делая этот кадр, я заранее изменил баланс белого и получил интересный результат. И это вот этот снимок. Но если на него внимательно посмотреть, сразу же возникают несколько вопросов. Во-первых, это не пейзаж. Во-вторых, это неправильная цветопередача, потому что и вода, и небо в этом снимке не были такими глубоко синими. И в-третьих, это скорее инструмент получения каких-то художественных, творческих эффектов в кадре. Вот и все. Поэтому сейчас я это не делаю. И единственное, что я могу вспомнить, связанное с этим, это то, что я часто получал больше проблем из-за этого. Потому что, сняв какой-то кадр, либо серию кадров в каких-то предустановленных режимах баланса белого, затем я забываю их поменять, меняется освещение, я переезжаю в какое-то другое место, снимаю новую серию фотографий со старыми настройками баланса белого, и получаю какую-то сине-фиолетовую, либо желто-зеленую фотографию, над которой нужно дольше трудиться в постобработке. Поэтому сейчас я так не делаю. Есть второй вариант, с которым я работал, это использование вот такой вот серой карты. И здесь можно использовать ее двумя способами. Первое, это ставить ее непосредственно в пейзаж, который мы собираемся снять, делать кадр с серой картой в пейзаже, затем снимать нужные нам снимки, вот этот же самый пейзаж, при том же самом освещении, а затем в постобработке использовать сделанный заранее кадр, пипеткой тыкать на образец серой карты в нужной фотографии, получать нужные установки баланса белого, и затем пакетно применять их ко всем следующим кадрам, снятым в этом же самом освещении. Либо второй вариант, который я использовал, я просто-напросто снимал эту серую карту, получал образец серого цвета, и с помощью него устанавливал в меню, заходя в ручной баланс белого, устанавливал баланс белого по этой серой карте. Дальше, непосредственно при съемке, я имел возможность выбрать баланс белого, который называется ручной, и уже вот при этом ручном балансе, который я получил при использовании серой карты, снимать нужные мне пейзажи. Но опять-таки это очень неудобно, потому что при изменении освещения, когда мы куда-то переезжаем, нужно заново проводить эту операцию, и по-новой прописывать ручной баланс белого в свою камеру. Поэтому все, что связано сейчас с работой с балансом белого при съемке, я снимаю все в автоматическом режиме, снимаю в формате RAW, и затем уже в постобработке работаю с этими фотографиями. Поэтому давайте перейдем ко второму вопросу, это как раз-таки работа с балансом белого в фотошопе. И начну я с RAW-редактора, конечно же, это Adobe Camera Raw, потому что снимаю в RAW, и в RAW делаю так называемую проявку фотографий, а все остальное обработку в фотошопе. Эта фотография достаточно хорошо получилась с точки зрения цветового баланса, баланс белого достаточно хороший, снималось это в автоматическом режиме, но, во-первых, всегда не поздно испортить фотографию для того, чтобы ее потом исправить, а во-вторых, в этой фотографии достаточно хорошие точки белого, черного и даже точку серого можно здесь найти, а это поможет нам при установке баланса белого. Прежде чем работать с цветами вообще, и с балансом белого в том числе, я сначала делаю небольшую коррекцию теней, цветов и контраста, потому что изменение этих параметров может влиять на цветопередачу. Нет смысла устанавливать баланс белого, если вы не поставили на место тени, цвета и контраста. Фотография явно переконтращенная, она имеет проблемы с тенями, потому что большая часть фотографии ушла в недоэкспозицию, поэтому я правлю тени, прежде всего, раскрывая их. Это ползунок тени, так называемые три четверти тона, я для более простого понимания называю это средне-темные участки фотографии. Вот как раз-таки вот за эти участки отвечает этот ползунок, поэтому мы немножко их подсветим, увеличив тем самым динамический диапазон. Точку черного, то есть ползунок черный, тоже можно сдвинуть немножко вправо, видите, что происходит с гистограммой, она у нас растет вверх и отрывается немножко от левого края, это хороший признак, значит мы делаем правильные вещи. Экспозицию тоже можно немножечко увести в плюс, совсем чуть-чуть, примерно вот таким вот образом. И, наверное, все, может быть, чуть-чуть понизить контраст в этой фотографии. Вот такая вот не самая насыщенная, не самая контрастная фотография у нас получилась, но зато теперь лучше и очевиднее видны цвета на этом снимке. Вот после этого можно немножечко поднять красочность в снимке и теперь уже работать непосредственно с балансом белого. Я бы выделил три способа работы с балансом белого в Adobe Camera Raw. Первое, это полностью автоматический. У нас есть вот те же самые предустановки, что и в камере, и мы можем пощелкать здесь разные варианты. Это у нас дневное освещение, вот мы делаем, кстати, достаточно зеленое получилось, не очень-то автоматический режим, может быть, чуть-чуть получше, ну и так далее. И какой-то один из этих вариантов может быть нам пригодится, и, соответственно, это будет начальной точкой работы с цветами. Я, как правило, это не делаю, оставляем здесь как снято. Есть второй вариант, который можно использовать, это полуавтоматический. Режим работы с балансом белого. У нас есть пипетка. Вы можете взять эту пипетку и как образцом ткнуть на фотографии, либо в какой-то белый участок, то есть, тот часть фотографии, который вы считаете должен быть по-настоящему белым. Например, вот этот лепесток. Но для начала нам нужно, давайте, сбить немножко баланс белого, испортить фотографию. И вот теперь возьмем пипетку в белый образец. Видите, у нас фотография исправляется. Либо то же самое сделать с черными участками. Находим какой-то участок на фотографии, который должен быть чисто черным, по вашему мнению, в этом кадре. Скорее всего, это где-то вот здесь, в глубоких тенях. Кликаем пипеткой. Видите, у нас поменялся баланс белого. И то же самое можно делать с нейтрально-серыми участками. В данном случае у нас есть серые камни. Давайте попробуем. Та же самая пипетка, но она работает по всем трем тонам фотографий. Кликаем в серый цвет камня. И вот так вот у нас справится наша фотография. То есть, такой полуавтоматический режим постановки баланса белого. И есть следующий вариант, который я называю просто-напросто ручным. Это два ползунка, цветовая температура и оттенок цветов в нашем кадре. То есть, здесь вы на глаз подбираете тот цвет, который, по вашему мнению, является самым адекватным. И лучше всего передает, правильно передает тот кадр, который вы сняли. То есть, здесь вы подгоняете уже на глаз. Для того, чтобы сделать это, ну, если сложно по какой-то причине на глаз ориентироваться, и вставлять цвета, и понять, каким должен быть цвет фотографии, здесь есть подсказка. Вы можете использовать вот такой вот инструмент. Это образец наложения цвета, либо цветовой эталон его можно назвать. У нас появляется вот такая пипетка. И теперь то, что мне нужно сделать, это отметить три области на этой фотографии. Самую светлую, которую я считаю должна быть чисто белой. Среднесерую, то есть, какой-то участок на фотографии, который должен быть серым, нейтрально серым, без оттенков. И самый черный участок, то есть, тот, который должен быть, по моему мнению, чисто черным, без каких-то дополнительных оттенков. И давайте отметим на этой фотографии вот этот лепесток цветка. Как мне кажется, он имел самый чистый белый цвет. Это не снег, это не облака, потому что так либо иначе они имеют какие-то рефлексы. Попробуем найти здесь участок, который может быть чисто серым по тону. Это, мне кажется, вот этот вот камень. Здесь поставим отметку. И сделаем отметку точки черного. Это какие-то глубокие тени, допустим, где-то вот здесь. Вот у нас появилось три точки. Белая, серая и черная. Вот таким вот образом они отображаются у нас на панели. На что нужно обратить внимание. Точка белого. Чем ближе все значения... Давайте только мы опять-таки фотографию нашу немножечко подпортим. Чем ближе все значения вот этого параметра по самому белому участку к цифре 255, тем более светлый участок на фотографии выбрали. Чем более близко к нулю вот эта вот отметка точки черной, тем более темный, то есть черный участок на фотографии выбрали. И что касается участка средней яркости, то она должна быть, вот эта отметка, максимально близко к цифре 128. Второй момент, на который я обращаю внимание, это расхождение этих цифр. Red, Green, Blue, RGB. Это три канала, которые образуют цвет в нашей фотографии. Так вот нейтральным является тот цвет, то есть нейтрально белый, нейтрально серый и нейтрально черный. Это те оттенки, те яркости на фотографии, где нет никаких дополнительных тонов. Об этом говорят вот эти вот цифры. Если они одинаковы, то есть допустим 252, 252, 252, это значит у нас чисто белый цвет без каких-то паразитных оттенков. То же самое по средним тонам. 124, например, 124, 124. 124, это у нас чисто серый цвет. И то же самое по черным. Чем меньше разброс между тремя цифрами трех разных каналов, тем более чистый оттенок черного цвета вы получаете. И вот теперь, когда у нас есть три подсказки, мы с вами, правив вручную баланс белого, посмотрите, что получается. У нас цифры начинают бегать и стремиться, мы ловим тот момент, когда они будут максимально близки друг к другу. Ну, например, вот так. Так, теперь подправим немножечко оттенок. Ну, таким вот образом. Может быть, еще чуть-чуть баланс белого. Давайте 4900 сделаем. Вот таким вот образом. 288, 228, 227. В районе 10-12 по точке черного и чуть больше расхождения по точке серого, потому что, как правило, с ней гораздо больше сложностей в нахождении ее в пейзаже. Вот теперь у вас есть помощник, подсказка, и вы можете вручную выставить максимально точно баланс белого. Второй вариант, которым я пользуюсь иногда, это цвета, которые мы можем и хотим отобразить правильными фотографии, максимально полно раскрываются при полном контрасте и насыщенности. Поэтому, когда у меня есть какая-то фотография с неправильным балансом белого, и у меня есть сложности с постановкой этого баланса белого в ручном режиме, я ставлю максимальный контраст, максимальную красочность и насыщенность. И теперь вот в таком гипертрофированном виде выставляю баланс белого. На что я смотрю? Я смотрю на очевидные и понятные мне цвета на фотографии. Снег не может быть синим. Склон, который я вижу, не может быть синим-магентовым. В нем не было таких оттенков, он скорее был желтый-зеленый. На цветах я также вижу синие оттенки. Камни, которые были серыми в жизни, стали синими. И вот теперь при такой цветопередаче я правлю баланс белого. И смотрю на те же самые участки. Примерно так. Теперь у нас появились вот такие пурпурные оттенки на камнях, на снегу и сохраняются здесь. Это значит для меня сигнал, что нужно править оттенок и убирать вот эти оттенки. Ну, как-то вот, наверное, вот таким вот образом. Теперь у нас есть сильно насыщенный зеленый, синий, более-менее чистый цвет на лепестках, более-менее адекватный цвет снега, потому что вот это вот желтое, это такая пыль от камней, от скал, которая реально была на этом снегу. Вот теперь я сбиваю в ноль настройки насыщенности. Возвращаю настройки контраста. Они у нас были немножечко в минус. Привыкаю к тому, что для начала, поначалу фотография выглядит совершенно бесцветной, но зато теперь я вижу более-менее адекватный цвет, который мне нужен был. То есть вот такие две подсказки, такие две-два ухищрения, которые мы можем применять при постановке баланса белого в Adobe Camera Raw. Давайте мы теперь пойдем с этой фотографией в Photoshop и попробуем поработать там. Но для начала все-таки сделаем ее вот такой вот, как будто бы немножко неправильной. Открываю Photoshop. Вот наша фотография специально испорченная. И давайте посмотрим, что можно с ней делать в Photoshop. Я покажу несколько способов, которыми я работаю или поработал когда-то. От самых, наверное, таких сложных и заковыристых, самым очевидным и понятным. И использовать я буду прежде всего инструмент кривые. Вот он. Как-то не странно звучит, но это основной инструмент цветокоррекции, потому что даже работая, например, с инструментом цветовой тон-насыщенность, на самом деле мы с вами изменяем ползунки в инструменте кривые в каждой отдельной цветовой кривой. Красный, синий и зеленый. Поэтому пойду в инструмент кривые. И это способ постановки точки белого, черного и серого с помощью цифр. Что мне нужно сделать? Я беру палец, образец, который позволит мне на каждой кривой цветовой получить точку, которая будет отвечать за черный, серый и белый цвет. И зажав Shift и Ctrl на клавиатуре, кликаю по белому участку. Я хочу именно этот лепесток цветка привести к чисто белому цвету. Давайте мы куда-то вот сюда, наверное, в камень все-таки пойдем. Это будет точка серого. И вот здесь вот в глубоких тенях сейчас найдем точку. Допустим, где-то вот здесь. Это у нас будет точка черного. И теперь зажатыми Ctrl-Shift я получил вот такие вот раз, два, три точки. Раз, два, три точки на каждой из кривой, которые соответствуют белой, серой и точке черной только по каждой из цветовых кривых. Теперь мне нужно эти точки на каждой кривой привести к определенным значениям. Начинаем. Давайте начнем с черной точки. Красный канал. Я в выходное значение ставлю равное 10. То же самое делаю в зеленом. 10. То же самое делаю в синем. После этого перехожу к точке серого, которая есть у нас на кривой. И здесь ставлю значение 128. Перехожу в зеленый канал. 128. Красный. 128. И теперь переходим к точке черного. 245. 245. В синем также ставим 245. Вот теперь все эти значения, все эти цвета, которые мы ответили, соответственно стали чисто черным, серым и белым. Не всегда это идеально получается с первого раза. Вот сейчас мы видим, что, наверное, чуть-чуть зеленит наша картинка. Поэтому мы можем пойти в зеленый канал и немножечко вручную подкорректировать какие-то положения из этих точек. А так у нас получился вот такой вот результат. Было-стало. Было-стало. Давайте отметим, что это у нас баланс белого по цифрам. И пойдем дальше. Следующий вариант. Остаемся здесь же пока в инструменте кривые. И если это был полностью ручной режим установки, то второй вариант, как я его называю, полуавтоматический. И в этом нам может помочь отсечка, которая показывает инструмент кривые. Мы, зажав клавишу Alt, взяв вот этот вот белый треугольник. Давайте только уберем то, что мы накорректировали. Мы оставим с вами испорченную фотографию. Мы берем вот этот вот треугольник, который отвечает нас за самые яркие участки. И если будем смещать его влево, то мы увидим вот такую цветовую картину. Цветами будут показаны пересветы в различных каналах. Синий – это синий канал, красные цвета – это в красном канале уже идет отсечка. Желтый – это значит, что в красном и зеленом произошла отсечка и так далее. Моя задача увидеть здесь, найти на фотографии белые участки. Вот они появляются, видите, на небе, на снегу и вот на лепестках, на цветках. И определить, какой из этих участков я возьму за ту самую точку самого белого чистого цвета. Как правило, я не выбираю здесь отражения, блики, которые присутствуют. Стараюсь не брать облака как образец и не беру сам источник света. Как правило, это какой-то сюжетно значимый объект. В нашем случае, конечно же, это цветы на переднем плане в большей степени, чем снег. На среднем и дальнем, потому что на снегу все-таки, так или иначе, какие-то рефлексы существуют. Еще раз смотрим. Находим момент, когда на лепесточках, вот у нас появляется белый цвет. Берем белую пипетку и теперь вот здесь вот, в белый цвет, который у нас загорелся, кликаем пипеткой. И вот что у нас получается. Видите, у нас меняются положения кривой в каждой из обозначенных цветовых кривой, и мы получаем чистый белый цвет на фотографии. То же самое. Берем инструмент черная пипетка, зажимаю Alt, и теперь ползунок, отвечающий за темные участки нашей фотографии, двигаю вправо. До тех пор, пока не появятся черные участки на нашем снимке. Самое-самое черное, как правило, пропускаю. И, наверное, куда-то вот сюда вот мы пойдем. Да, вот здесь вот давайте кликнем по этому участку, и у нас подкорректировалась фотография в темных участках. Вот таким вот образом, показав нам отметки, инструмент кривые показывает нам подсказку, куда можно поставить точку, как образец точки белого, точки черного. И вот что получилось. Была фотография, стала фотография. Все паразитные оттенки ушли, и у нас появились чистые цвета. Это у нас баланс белого по отсечке. Идем дальше. И есть еще один вариант работы с кривыми, и, как я его называю, полностью автоматический вариант. Опять-таки, идем в инструмент кривые. Если вам сложно пока ориентироваться вживую по цветам, какой цвет каким должен быть. Если не очень хочется сейчас разбираться в отсечках и искать эти точки белого либо черного, идем в кривые, контекстное меню. Здесь находим автоматические операции. И вот здесь вот у нас есть галочка «Найти темные и светлые цвета». Ставим ее. У нас. Фотошоп нам в автоматическом режиме правит по каждой из цветовых кривых цветопередачу. Нажимаем «Ок». Смотрим, что получилось. Было. Стало. Было. Стало. Это у нас баланс белого. Ну, давайте так. Автоматический в кривых. Давайте пойдем дальше. И следующий шаг, которым я иногда пользуюсь и прибегаю. Давайте я скопирую вот этот вот слой. И это использование фильтров. И я говорю о фильтре камера RAW. Возвращаемся в него. И теперь мы получаем вот такой вот знакомый нам инструмент. Два ползунка. Температура, холод, тепло. И цветовой оттенок. Это зеленые и пурпурные цвета. И здесь мы уже можем на свое усмотрение привычными нам ползунками подправить передачу цвета на этой фотографии. Что-то вот таким вот образом. Заодно можем здесь поработать, например, с насыщенностью. Мы можем пойти в индивидуальную работу с цветами. Например, взять и подкорректировать тональность желтых цветочков. Вот так вот в красное увести. Можем небо отдельно немножечко притонировать. То есть помимо самого инструмента цветовой баланс, вы можете еще и что-то дополнительное сделать с цветами. Давайте только пока я это уберу, чтобы нам итоговый результат это не сбивало. Вот у нас изменения, которые мы применили. Нажимаем ОК. И у нас сохраняется фотография до, после, который мы применили фильтр Adobe Camera Raw. Давайте только на английском. А, С, Р. И вот такой вот результат. Ну, по сути, двумя кликами мы это сделали. В самом фотошопе вот такого наглядного инструмента с двумя ползанками. Теплое, холодное и оттенок зеленый-пурпурный нет. Поэтому я за ним хожу в фотошоп. Идем в следующие варианты. Еще один, наверное, такой не особо стандартный способ, который я использую. Это способ усреднения цвета. Иногда в цветной фотографии, если все цвета в кадре перемешать, мы получим чисто серый оттенок. Давайте попробуем использовать этот трюк. Я копирую вот этот вот слой. И теперь иду в фильтры, размытие. И применяю размытие среднее, average. Вот теперь все цвета в этой фотографии фотошоп смешал в такую кашу, которая имеет немножечко синеватый оттенок. А этот оттенок должен быть чисто серым. Мы можем теперь скорректировать этот паразитный тон. Идем в кривые. Выбираем серую пипетку и просто кликаем по этому серому цвету. Видите, насколько сильно поменялась у нас цветопередача. Теперь у нас чисто серый тон. Можно пока вот этот вот слой с коррекцией выключить. А вот этот вот слой с помогательной, где мы делали смешение цветов, вообще удалить. А теперь смотрим. Включаем галочку. То есть применяем эффект, который у нас получился по нивелированию оттенков в средних тонах. Раз. Эти фотографии у нас исправляют свою синюю тональность и приходят более-менее к реальным оттенкам. Вот такая вот штука. Это изменение баланса белого. Давайте посмотрим еще раз. Видите, средние участки кривых у нас изменили свое положение. И встали таким образом, чтобы серый стал чисто серым. И это у нас получается баланс белого по среднему цвету. Идем дальше. Следующие варианты, которые я использовал, чуть более наглядные и может быть простые. Здесь опять-таки в первом случае мы обратимся к инструменту кривые. Нам нужны будут все три канала, которые мы имеем здесь. И что мы делаем? Глядя, что у нас происходит с цветопередачей, мы видим, что фотография значительно синит. Мы находим основной канал, за который за это отвечает. Это синий канал. И уменьшаем количество синего в фотографии. Видите, я опускаю кривую, которая отвечает за синий цвет. Фотография у нас приобретает желтый оттенок. Опускаем вниз. Если появляется зеленый тон в этой фотографии, мы идем в зеленый канал и уменьшаем количество зеленого. После этого можем подкорректировать все, что у нас с красным. Чуть-чуть, может быть, красного я бы тоже уменьшил. И появляется у нас получается вот такой вот результат. Было-стало. Было-стало. Как правило, в этом способе речь идет в основном о перемещении серой точки. То есть, вот прямо самый центр кривой мы двигаем вверх-вниз в каждой из цветовых кривых и получаем результат. Но то же самое можно делать и со светлыми, и с темными участками на кривой. Видите, все-таки в цветах есть такой синеватый оттенок. Поэтому мы самый светлый участок синий кривой можем также опустить в сторону желтого. Видите, снег у нас меняет свой тон. И чуть-чуть подкорректировать его. Ну, может быть, чуть-чуть в красном также его приспустить. Вот таким вот образом. Это у нас кривые и изменения, давайте так, точки серого. Если не совсем понятно, что происходит и что нужно дергать на кривых, когда мы меняем цветовой тон в каком-то одном из каналов, потому что мы уменьшаем зеленый, повышается пурпурный, уменьшаем синий, повышается желтый. Не всегда это все можно держать в голове. Для этого есть второй инструмент. Это цветовой баланс. Я в меньшей степени использую его для базовой корректировки баланса белого. Скорее, это что-то для того, чтобы подкорректировать цветопередачу, когда у нас есть уже какие-то слои с обработкой, и чуть-чуть изменилось проявление цвета. Так вот здесь вот у нас есть те же самые кривые красный, зеленый, синий. И мы видим оппозитные к этим цветам цвета, которые работают у нас в фотографии. То есть уменьшая синий, мы повышаем желтый. Повышая зеленый, мы уменьшаем пурпур. Либо наоборот, понижая зеленый, видите, фотографии заливаются пурпурным цветом. Вот этот инструмент более нагляден, во-первых, во-вторых, поможет вам быстрее разобраться в том, как взаимодействуют друг с другом цвета, и какие цвета являются оппозитными для каждого из цветов. Что у нас здесь происходит? Давайте уберем галочку с предыдущей коррекцией. Вот наша синяя-синяя тонировка. Соответственно, нам нужно в средних тонах убрать синий тон. Пошло чуть больше зеленовы. Немножечко убираем зеленый. То же самое мы можем делать в светлых участках. Со снега уберем желтизну. И, как мне кажется, чуть красная там есть. Красная тона. Нет, наверное, еще даже синего. Вот таким вот образом. Можем пойти в тени и в тенях ту же самую операцию сделать. Если мы видим там чуть-чуть переизбыток синего, можем, соответственно, убрать голубой, то есть добавить красный, и немножечко убрать синий, то есть добавить желтый. Вот таким вот образом. И что у нас получилось? Было, стало. Было, стало. Вот такой вот инструмент может быть чуть более наглядный, но может быть чуть менее эффективный в сравнении с инструментом кривые, но также прекрасно позволяет нам выставить, либо скорректировать баланс белого. Если не всегда просто ориентироваться на глаз, что мне нужно сделать с цветом, и к какому цвету привести тот либо иной участок, в Photoshop, как и в Adobe Camera Raw, у нас есть подсказка в виде вот такого инструмента цветовой эталон, пипеточка с прицелом. И здесь я могу сделать то же самое, что мы делали в Camera Raw, для того, чтобы потом использовать это как образец. сткнуть по самому белому участку. Давайте возьмем образец среднесерых. И наши с вами тени, которые лежат где-то вот здесь. Вот что у нас получилось. И вот у нас три значения с цифрами. Самый белый цвет, среднесерый и самый черный. И теперь в любом инструменте, который мы можем... Давайте сюда пойдем. Который мы будем править, мы можем смотреть на эти подсказки и понимать, что у нас происходит с цветом. Приближается ли он к тому идеальному, правильному цвету, который мы хотим получить. Двигаю синие в средних тонах. Видите, у нас везде пляшут цифры. Двигаем зеленый канал, зеленый с пурпуром. Пляшут цифры. То есть вы можете подсматривать сюда, в любой момент использовать эти подсказки. Если вам палитра инфо вызывается клавишей F8, либо если у вас здесь ее нет, просто ставите галочку себе вот здесь вот в меню окно, и она появляется. Если не очень нравятся вот эти вот образцы, которые мы поставили, они отвлекают вас от работы с фотографией, Ctrl-H, и они скрываются. Когда нужно увидеть, что вы брали за образец, снова нажимаете Ctrl-H, и видите, как и что работает. То есть вот такой вот вариант. Ну вот, собственно, и все основные способы, которыми я работаю в фотошопе с балансом белого, конечно, далеко не все, что позволяет нам работать с цветопередачей, но, пожалуй, это вот основное, что может нам помочь. Но самое главное начинается сейчас, потому что все то, что мы с вами пробуем и делаем в фотошопе, это всего лишь инструменты, которые позволяют нам понять, как правильно восстанавливать баланс белого. Но они совершенно не говорят нам о том, каким должен быть этот самый баланс белого. И вот здесь и начинается самая большая проблема пейзажной фотографии и цветопередачи, потому что снимаем мы, как правило, в режимное время. Это самое различное цветное освещение, восходящее, заходящее солнце. Это синий час, когда все заливается синим цветом. И вот несколько фотографий, вот этот кадр мы явно видим, что фотография с неправильным балансом белого, она желто-зеленая, желтовато-зеленая. И это действительно так. Мы можем с вами посмотреть, давайте вот так вот возьмем, например, цветовой образец. И вот здесь вот в этих участках, видите, red green гораздо больше, чем синего канала blue. То есть мы с вами понимаем, что здесь желто-зеленые оттенки. В цветах то же самое. Но если взять теневые участки, которые не обращены к восходящему солнцу, даже вот здесь, например, на башне, у нас чисто белый цвет. Мы видим, что вот здесь, уже в этом участке, давайте вот так вот, на нем гораздо больше синего и зеленого. То есть фотография вот здесь, вот в этом участке, она скорее ближе к голубому оттенку. И как вот в этой фотографии, когда разные участки, разным цветом и тоном заливаются, выставить правильный баланс белого? Вот в этом, собственно, и весь большой вопрос. Здесь уже все синее. Синее небо, синий снег, голубая вода вот на этих перекатах. И даже вот здесь, вот в самых-самых темных участках, у нас небольшое превалирование голубого-синего канала. Поэтому, почему? Да потому что снято это в синий час, и как бы мы с вами не выставляли баланс белого по цветам, по отсечкам, мы не поставим его здесь правильно. То есть здесь все в руках фотографа, и здесь мы на свой взгляд, на свой глаз выставляем правильный баланс. Дальше вот этот кадр, это еще сложнее, потому что здесь снег, и снег передает все рефлексы. На небе были яркие, предрассветным светом освеченные облака, и не давали нам вот такую вот засветку на снегу. Все это на фоне такого достаточно яркого, голубого, темно-синего, вернее, неба. И вот попробуй здесь выставить правильный баланс белого, кроме как свой опыт и насмотренность ничего не помогает. Либо вот такая фотография, с которой я достаточно давно уже мучаюсь и вожусь, и я не знаю, каким должен быть баланс белого, потому что здесь явный источник теплого света, и он словно через софтбокс, через вот такие пелену облаков, вроде бы освещает здесь все теплым светом, но в то же время есть достаточно большие участки холодных тонов, которые дают нам, ну, такую более холодную цветопередачу. И какой должен быть правильный баланс белого, опять-таки, ответ только в голове у фотографа. Вот такая вот штука. Но у меня есть, наверное, два момента, которыми я пользуюсь, два совета, которые я дал сам себе, как с этим справляться. Первое. Я уже не раз говорил здесь про это в момент съемки, что я не нажимаю на спуск фотоаппарата до тех пор, пока я четко не пойму, что именно я хочу снять, какую фотографию я хочу показать зрителю. То же самое и в обработке. Нет смысла дергать какие-то ползунки вправо-влево до тех пор, пока вы не поймете, какой эффект и какую фотографию вы хотите получить на выходе. Что должно быть с тонами, какой цвет должен быть основным, какое настроение вы хотите передать этим снимкам. Только после этого приступать к обработке. А второе. Смотрите как можно больше хороших фотографий, и желательно делать это на хороших экранах, и анализируйте их с точки зрения цвета. Как работают цвета, в каком тоне та либо иная фотография, какое настроение передает этот тон. И это позволит вам накопить достаточно большой опыт, который будет применяться тогда, когда вы соберетесь вручную менять корректировку баланса белого в ваших фотографиях. Поэтому насмотренность, и не просто насмотренность, а осознанная насмотренность. Вот, пожалуй, два секрета, и два способа, которыми пользовался я. Понимать, что хочу, и смотреть очень много хороших примеров, для того, чтобы понять, как и к каким цветам это привести. Вот, собственно, и все, друзья. Вот такие простые, может быть, и непростые ответы на эти сложные вопросы, связанные с цветопередачей, пейзажной фотографией. На этом все. Всего вам хорошего. Как всегда, успехов в творчестве, и до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok